Во время сутки рассмотрим очередное коучинговое поддерживающее высказывание. Оно больше сфокусировано на создании контакта, рапорта, на выстраивании более продуктивной и эффективной, экологичной работы коучинговой сессии во взаимодействии, ну или просто концентрационной сессии. И чтобы здесь я отметил, эта фраза звучит следующим образом. Я внимательно вас слушаю или внимательно вас слушаю. Вот этот момент, что иногда обычно типовая фраза вас слушаю или слушаю вас, говорите, да. А здесь еще дополнительный важный момент, вот этот вот маркер внимательно вас слушаю. И даже можно еще усилить очень внимательно вас слушаю. И что, собственно, здесь происходит? Здесь происходит, поскольку идет контраст с фразой слушаю вас, слушаю, говорите, то внимательно либо очень внимательно вас слушаю фактически звучит немножечко необычно. То есть не каждый день человек это слышит. Ну, вот так вот. И после того, как эта фраза немножко даже, скажем так, в необычном формулировке, тем не менее, эта необычность и эта усиливающая формула очень внимательно либо внимательно, она приводит к тому, что здесь что-то более другое. Да, то есть здесь какой-то, и поскольку смысловая нагрузка этой фразы на то, что я слушаю более внимательно, то есть погружен более, то есть я прикладываю усилия, чтобы вас слушать, да, чтобы не отвлекаться. Я никуда не отвлекаюсь. Я здесь, я смотрю на вас, я слушаю вас, и я пытаюсь максимально вас понять и почувствовать. Ну, это, конечно, уже мета-сообщение, которое может стоять за этой фразой, его желательно добавлять. Я вот эти фразы, я здесь, я вас вижу, я вас слушаю, я пытаюсь вас понять, я пытаюсь почувствовать то, что вы чувствуете. Вот так, если вот поусиливать вот это вот мета-сообщение, эту фразу. Коллеги, я еще раз повторяю эту фразу, очень я, или я очень внимательно вас слушаю, или внимательно вас слушаю. Всем добра, пока-пока.